Кто бы что ни говорил о Сингапур, за поеделами, конечно же, центра, да и в принципе в туристическом центре это бесконечная стройка. Вот такие вот маленькие домишки, частые, постепенно исчезают, когда у них заканчивается срок аренды земли под ними. Их сносят напрочь, вот, и все это превращается в state land. State land, это вот такая вот квадратами нарезанная земля с водоотводными каналами, идеально ровная, идеально чистенькая. Ну, про идеальность чувствую я, конечно, вру. Конечно же, мусора на ней достаточно, но не так, чтобы вот перебор. На частных землях под застройку мусора намного больше, например, на землях GTC, потому что там вообще не убирают. А вот тут вот, смотрите, даже вот государственная газонкосилочка, она периодически выкашивает газончик, чтобы все было красиво, хорошо. И да, state land, это общая собственность. Любой житель Сингапура имеет право тут организовать пикничок на травке, запускать воздушного змея. Самое главное, не солить, не мусорить, убрать за собой, не жечь кострич и соблюдать общие правила. Вот, и это state land потом через некоторое время отдается под застройку и начинают появляться новые человейники, я бы сказал тогда. Вот, смотрите, вот у нас сейчас в кадре справа это муниципальное жилье старых серий. Это housing, это development by arts, агентство в Сингапуре, которое занимается, собственно, грубо говоря, хрущевками, панельками, муниципальным жильем, тем прочим. Это не очень старых серий, конечно, не те, которые я вам показывал изнутри, но вот такие вот домики. Тут квартиры даже, скорее всего, не студия, а двух, возможно, даже троёхкомнатные. Вот, это даже, не знаю, это, наверное, серия по новее, хотя, мне кажется, что серия по новее-то справа. Я в них ещё не очень разобрался, надо смотреть сайты недвижимости, а вот тут строится вот что-то вообще совсем новое. Я думаю, что тут, может быть, даже квартиры на пять комнат будут для очень зажиточных сингапурцев. И вот так вот выглядит оно в построенном виде. И да, это не, если я не ошибаюсь, это не конда. Это не что-то для богатых иностранцев, экспатов, которые приехали сюда. Это обычные домики для сингапурцев, которые не могут позволить себе жильё в частном доме и вынуждены жить в человейниках. Вот так вот оно выглядит. Ну, опять же, ещё раз повторюсь, хрен знает. Может быть, это конда, может, я ошибаюсь. Может, это всё для супербогатых, а человейники там. И да, чем отличается конда от HDB? В HDB вы можете подняться наверх на вот этот смотровой общедоступный балкон и поснимать город сверху. Вот смотрите, вот отсюда, например. Давайте, кстати, сейчас сюда сходим, поснимаем район Карамбера сверху. А в конда, конечно же, там забор с колючей проволокой и хрен вас кто-то допустит. Ну, вот у нас типичные HDB-справа, да. Они общедоступны, у них общие детские площадки. Я вот сейчас с детьми приехал. Ну, мои дети, правда, там гуляют вдалеке в парке. Я их на более зелёную интересную вещь отправил. Вот, но вот в такие дома, ну, не скажу, что в такие, опять же, ещё раз, не знаю, конда, не конда. Это вот любые люди могут как бы зайти и отдохнуть, там посидеть на скамеечке. Вот, меня с детьми очень часто, когда там дождь или мы выглядим уставшими, нас приглашают в комьюнити-клаб. Это место, где собираются там старички и все прочие, для того, чтобы отдохнуть. Вот, под домом такой маленький сельский клуб, только в формате одного квартала. Вот. А тут, смотрите, кстати, прикольный переход. Там есть, вон, даже спортивная площадка. Нет, просто, просто красиво. Вот, это переход между домами, скорее всего, с парковки. То есть, люди припарковали машину и без нужды спускаться вниз с пятого этажа парковки и подниматься на свой пятый этаж, они просто переходят от парковки к себе домой по специальному виадуку. Офигенно. И да, кстати, наверху этой парковки, как вы знаете, есть прекрасный, замечательный сад, где тоже местные жители. Да и, в принципе, все, кто пришел к нему в гости или вот прошел мимо, как я могу отдохнуть. Вот. Так выглядит типичный район Сингапура, который можно сравнить, ну, с Купчино, например, или там Бирюлево. Вот, окраина, стройка, человейники, но при этом пытаются все сделать более-менее для людей. Вот. Ну, а раньше он выглядел вот так, вот это частные дома. Видимо, тут была большая деревня, все это уже... Причем, заметьте, после сноса домов все это разравнивают, как бы, под единый формат выводят. Вот это, скорее всего, даже вот проем под дорогу у нас еще, да. Вот, а тут, ну, какие-нибудь высоточки. Вот. К сожалению, вот такие вот маленькие частные дома исчезают, и вместо них все это вырастает. И в итоге Сингапур превратится в один большой мегаполис с зелеными островками, но без возможности вот такой вот хорошей частной деревенской жизни. Заметьте, кстати, старые еще проводные даже столбы. То есть у них там коммуникации, они не проложены под землей. А у кого-то он, извините, солнечные панели на крыше, экономит на электричестве. Вот. Обо всем этом я уже подробно рассказывал в видео ТС-160, расскажу, наверное, еще много раз. И покажу, как бы, все это изнутри. А сейчас мы пойдем смотреть, как у нас выглядит Симбаванг Парк. Я там в нем еще не бывал. Это у меня одна из буквально трех или четырех незакрытых точек в Сингапуре, где я вот еще не был за пару лет прошедших. Ну да, соответственно, у местных рабочих есть традиция, привычка. Ну и вообще просто такая местная социальная особенность, но это в основном индийская, конечно. Просто сидеть, отдыхать на тротуарах. Самое забавное, когда они устраивают завтраки на таких местах, они сидят, у них, естественно, еда руками, это же мусульмане, да? Вот, и они раскладывают просто лист бумаги промасленной, на которой мы выдали их на Си-Лемак, на Си-Гарен. Какие вкусные вещи, я говорил. Вот, и спокойненько их кушают. Да, кстати, вот я вам говорил то, что вот эта State Land, да, она принадлежит государству, но вы же знаете, это изъявление государства, это мы. Поэтому, знаете, вот у нас там земля заизеливирована под застройку, и она огорожена забором, там сидит мужик в телогрейке, там собаки бегают, все прочее, все. 10, 20, 30, 40 лет проходит, стройка не начинается, все это замусорено, и просто земля проста. Кто-то ее купил, он ей владеет, да? Там могут временную свалку мусора организовать, например, еще что-то. Вот в Сингапуре State Land, государственная земля под застройку, она выглядит вот так вот. Давайте увеличим. Вот. Это земля под застройку, которая принадлежит государству. А государство, ребята, это мы. И ты выходишь просто из своего человечка, да? Да, у тебя там маленькая квартирка, студия с 30-40 квадратов, сколько у них тут. Обычно по 30, конечно.